В Прикубанском сельском поселении в минувшие выходные прошел военно-спортирный турнир среди военно-патриотических казачьих клубов и объединений, посвященный памяти десантника Павла Ступина. В соревнованиях приняли участие 14 команд Краснодарского края. Кто оказался сильнее, смотрите в следующем материале выпуска. Перед началом соревнований в хуторе Прикубанском прошел митинг, посвященный десантнику Павлу Ступину, который был жителем хутора Прикубанского и погиб при исполнении воинского долга. В августе месяца этого года исполняется уже 17 лет со дня гибели личного состава нашей 7-й дивизии, которые погибли на горе Алелем, в том числе и ваш земляк Ступин Павел Петрович. Личный состав погиб, его подчиненные, но память о них живет. В память о погибшем участники митинга возложили цветы к памятному камню, после чего раздали звуки оружейных залпов. Подвиг героев – это пример для подражания, считает участник соревнований Михаил Алексеев из Темрюкского района. Человек совершил подвиг. Для меня такая честь сюда приехать, поучаствовать в соревнованиях. У нас в школе, в поселке нашем, мы сами из Красного Октября, Темрюкский район. Есть тоже герой, можно сказать, в Афганистане погиб. Тоже у нас такие проводятся мероприятия. Нужно помнить, мы равняемся на них, гордость наша. После митинга на поляне хутора Прикубанского начались соревнования по военно-прикладным видам спорта среди подростковых, молодежных, военно-патриотических клубов, посвященные памяти десантника Павла Ступина. Участники соревнований боролись за победу в подтягивании, разборке, сборке автомата, метании ножа и гранаты, военизированной эстафете. Анастасия Кулясова – девушка боевая и целеустремленная. Доказать, что не только парни могут умело обращаться с оружием и показывать хорошие результаты военно-прикладных видах спорта – вот главная цель, которая натолкнула ее на участие в соревнованиях. Первый раз я туда случайно попала, меня позвали в команду, потому что у меня все получалось, и как бы я тут и осталась. Вот вы пока юный десантник, у нас шесть человек. Для многих этот турнир – возможность показать свои способности, достигнуть более высоких показателей, победить. Все участники старались набрать большое количество баллов. Долгое время готовились к соревнованиям, уходили на это две недели тренировки. Соревнования подошли к концу. По итогам сильнейшей в военно-прикладных дисциплинах оказалась команда 16-й школы Славянского района.